На входе неприметная вывеска, которая вряд ли что скажет непосвященному. Внутри всё напоминает обычный офис или колл-центр. Но в прихожей висит униформа с логотипами Видновской клинической больницы, а в кабинетах можно увидеть медицинские чемоданчики, которые правильнее называть укладками. Таким образом, кое-что начинает проясняться. Обычно было как? Сидит врач на приёме с утра до обеда, и после обеда начинает ездить по домам, по вызовам. Ну, понятно, что здесь получается, что доктор не очень может правильно спланировать своё рабочее время, рабочий график. Таким образом, мы создали отдельную инструктуру, которая возьмёт все вызовы на себя, с отдельным штатом, который позволит увеличить доступность пациентов на местах. Поздравить медиков с новосельем приехали исполняющие полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров и председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Главное, что стоит отметить, аналогов таким отделением вызовов на дом в России нет. Это пилотный проект, который был нами создан. И сейчас, в данный момент, он транслируется дальше и на региональный, и на федеральный уровень. Главная особенность проекта – вся информация будет собираться и храниться онлайн. Это касается и электронных медицинских карт, и выписки больничных, и списков вызовов. У каждого врача на выезде будет персональный ноутбук. Пол-лайн-таблица, они утром приходят, у них уже все расписано. Какие вызовы нужно сделать неотложные, какие пришли от скорой помощи, какие сюда же у нас входят и патронач новорожденных, сюда же у нас приходят и осмотры пациентов маломобильных, палеоактивных пациентов. То есть все в единой структуре. Проект поэтапно внедрялся в течение полутора лет. Первопроходцами быть нелегко, но благодаря открытию отделения вызовов на дом медицинская помощь для людей станет доступнее. В отделении будут работать 40 специалистов. Весь городской округ условно разделен на 4 зоны, к каждой из которых будет прикреплены бригады врачей. Информацию о новых вызовах будут отправлять онлайн. Таким образом, отделение позволит принимать и обрабатывать до 750 вызовов за смену. На выезде у врачей будет все необходимое оборудование и инструменты. Я не реаниматолог, но я постараюсь показать, что выглядит. Такого рода здесь свет, батарейка вставляется в горло, потом устанавливаются трубки разных размеров. Открытие офиса стало возможным благодаря договоренностям администрации округа и застройщика микрорайона Брусника. Бутай-Бутай подчеркнул, что прием пациентов в отделении вестись не будет. Посетить врача по-прежнему можно только в поликлиниках и амбулаториях. В этом все будут находиться и фельдшера, и врачи. В том числе здесь будут проводиться телемедицинские консультации. Потому что бывают такие моменты, когда не совсем обязательно надо приезжать, когда можно решить или откорректировать какие-то вопросы удаленно. Здесь также будет возможность удаленно продлевать больничные листы, если это необходимо. Но будет достаточно функциональное такое подразделение. Отделение не станет заменой службы скорой помощи. Например, в случае, если пациенту требуется экстренная госпитализация, это по-прежнему остается прерогативой неотложки. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.